МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. За что платим? Божжелинспекция разъясняет изменения в расчетках за ЖКХ. Меняемся местами. Родители сдают ЕГЭ. По следам Сочинской Олимпиады, сегодня в России день зимних видов спорта. С 1 января текущего года вступило в силу постановление правительства России по урегулированию переноса платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды из раздела коммунальные услуги в раздел содержания общего имущества. Во многих домах стоимость будет варьироваться. Значительный рост ожидает жильцов многоквартирных домов с лифтами и домов с большими общими коридорами и вестибюлями. Вопросов по этому поводу немало, поэтому государственная жилищная инспекция Чуваши провела брифинг. На очередной городской планерке глава столичной администрации Алексей Ладоков поручил главам районов совместно со структурами, отвечающими за работу ЖКХ, провести разъяснительную работу среди населения по вопросу прозрачности начисления платы за общедомовые нужды. В квитанции должна быть расшифровка по каждой коммунальной услуге. И управляющая компания должна указать площадь дома, площадь общего имущества и установленные нормативы на каждый вид коммунальных услуг – на электроснабжение, на водоснабжение, для каждого конкретного дома. И формулу расчета. В полном объеме эта работа должна быть завершена в феврале. Специалисты госжилинспекции показали журналистам январскую квитанцию нового образца одной из чебоксарских управляющих компаний. Обратная ее сторона по-прежнему пуста, хотя именно там должна была быть размещена подробная информация и номера телефонов, по которым можно получить необходимые разъяснения. Такова была рекомендация Минстроя России. Есть и нюансы. Пока госжилинспекции республики предлагают учитывать только площади помещений, указанных в правительственном постановлении. Мы рекомендовали только на данный перечень ссылаться и не учитывать площади подвалов и чердаков. В случае учета управляющими компаниями площадей подвалов и чердаков способ регулирования пока остается один. У нас единственный рычаг – это, конечно, административный. То есть мы будем выдавать предписание, выдавать предписание на стороне данного нарушения. В случае неисполнения предписания будем уже привлекать административную ответственность. Так что выигрыши пока остаются жильцы небольших домов, где общая площадь не идет ни в какое сравнение с большими многоэтажными домами и их инфраструктурой. Радион Архипов, Дмитрий Ковалев, Олег Якимов, Расиль Мухаммедов. Республика. Сегодня председатель Кабинета министров Иван Моторин подписал распоряжение об освобождении с поста руководителя казенного учреждения «Чуваш-Упардор» Евгения Барсукова. Напомним, что еще в субботу глава «Чуваши» поручил проверить деятельность учреждения, а на еженедельной планерке в понедельник Михаилу Гнатьеву уже доложили о нарушениях, которые были обнаружены. Сегодня главе республики представили нового чебоксарского природоохранного прокурора. Впервые в истории ведомства его руководителем стала женщина. Дмитрия Викторова сменила Ирина Бородина. В органах прокуратуры она работает более 15 лет. За это время прошла путь от рядового инспектора до природоохранного прокурора города Череповец. Приказ о ее назначении в Генеральной прокуратуре страны уже подписали. К своим обязанностям она приступит в ближайшие дни. Ирина Бородина отмечает, что главным ее приоритетом станет работа по сохранению природных богатств и экологического баланса. Раньше, давным-давно, в 90-е годы, не так задумывались, особенно раньше, когда строили заводы. А сейчас мы все с вами знаем, что чем мы дышим, что мы пьем, что мы едим, это вся наша жизнь. Поэтому, заботясь об экологии, мы заботимся о жизни нашей и наших близких. Первое поручение природоохранный прокурор получила от главы республики. Ведомству предстоит контролировать реализацию проекта рекультивации пехтулинской свалки. Волжский природоохранный прокурор отмечает, что для обеспечения экологической безопасности власти региона проводят масштабную работу. В системе потребительской кооперации Чувашии будут реализованы новые проекты. С самими планами председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов поделился с главой республики. В республике впервые начнут выпускать яблочные соки прямого отжима. Такой продукт в регионе не производили никогда. Для переработки фруктов закупят современную австрийскую технику. Новый цех будет открыт в августе в Комсомольском районе. Организация производства, я думаю, в какой-то степени позволит нам немножко сгладить те проблемы, которые есть в части реализации вот этой продукции. Очень большое количество данного продукта просто-напросто выбрасывается. Мы очень озаботились этой проблемой. Поначалу в новом цеху планируют производить более 100 тонн яблочного сока в год. С реализацией напитков проблем не возникнет, уверен глава региона. Спрос на экологически чистые продукты повышается. В условиях конкуренции с федеральными сетями в Чувашпотребсоюзе продолжат открывать новые торговые точки на селе. Только за последние пять лет в системе потребительской кооперации было построено более 140 новых объектов. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Меняемся местами. Сегодня по всей стране родители выпускников школ проверяли свои знания по русскому языку. Чебоксары не стали исключением. Как прошел взрослый единый госэкзамен узнавала наша съемочная группа. Вместо рабочих вопросов вопросы учебные. Где ставить запятые в сложно сочиненных предложениях и что такое паронимы. Школьный курс русского языка родители, конечно же, изучали. Правда, больше 20 лет назад. Поэтому готовился кто как мог. Не спать ночью, это же все равно напряжение на нервную систему. Поэтому спал я сегодня нормально. А вчера немножечко я пробежался, по билетам посмотрел. Сегодня с утра тоже посмотрел. У Александра Филиппова дочка Даша в этом году заканчивает школу. Так что тема ЕГЭ не сходит с повестки дня семейных советов. Родители в первую очередь заботятся о здоровье и душевном комфорте выпускницы. Вот и на ЕГЭ папа отправился, чтобы на себя проверить, насколько сложен процесс с психологической точки зрения. Требования к родителям ничуть не меньше, чем к выпускникам. С собой можно взять только паспорт. Пройти через металлодетектор – обязательное условие. Да, так что пройти на экзамен с телефона не удастся. Не забывайте переносить ответы. Проверить свой великий и могучий собрались около 30 родителей. Вместе с ними и те, кто отвечает за проведение госэкзамена. Я вот по терминам, конечно, просто сейчас уже не помню. И поэтому по терминам какие-то, что такое эпитет, что такое действительно антоним. Ну, антоним, понятно, что это я помню. Вот это, конечно, самое сложное было. Я уже шесть лет провожу единый государственный экзамен. Во всех ипостасях был и руководителем пункта, и членом государственной комиссии. Поэтому для меня это ничего нового. Развеять мифы, страхи и ответить на типичные вопросы – в этом должна помочь Всероссийская акция. В этом году родители сдавали ЕГЭ более чем в 50 регионах страны. И если все останутся довольны, мероприятие станет традиционным. Татьяна Леонтьева, Россий Мухаммедов, Республика. Проект «Дальневосточный гектар» набирает обороты. Граждане России получили возможность зарегистрировать неосвоенный участок земли, не выходя из дома. С 1 февраля начался прием заявлений. Более 4 тысяч земельных участков уже нашли своих потенциальных хозяев. Земельный участок на Дальнем Востоке предоставляется на 5 лет, по истечении которых его можно будет взять в аренду или получить бесплатно в собственность. Оформить заявку жители Чувашии могут двумя способами. Либо зарегистрироваться самостоятельно через сайт на Дальний Восток РФ, либо обратиться в кадастровую палату. Специалисты помогут написать заявление, сформировать пакет документов и укажут на карте схему расположения выбранного участка. Важно указать и цели освоения земли на Дальнем Востоке. Самые популярные варианты – это ведение сельского лесного охотничьего хозяйства, создание бизнеса. Словом, на участке может быть реализована любая деятельность, не запрещенная законом. Татьяна Филатова, Республика. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения нашего земляка, легендарного ночдива времен гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. Все, что связано с этой исторической личностью, начиная с дома, где стояла колыбель будущего героя, и заканчивая анекдотами, собрано в музейном комплексе в Чебоксарах. Скоро здесь начнется масштабная реконструкция. Самый Чапаевский экспонат в нашем музее – это вот эта вот гармонь. Она принадлежала работнику штаба Киселеву. И все знают, что Василий Иванович любил песню «Черный ворон». И по его воспоминаниям, вот, пел он именно под эту гармонь. И еще Чапаев мастерский из Олихватски плясал. И все это тоже проходило вот под эту гармонь. Гармонь – не единственный экспонат, которым наш музей гордится по праву. Например, тачанок, действительно участвовавших в гражданской войне, в России сохранилось всего четыре. И одна из них в Чебоксарах. Василий Иванович Чапаев был настоящим героем. Еще в Первую мировую войну он стал полным георгиевским кавалером. А в гражданскую нагонял страху как на врагов, так и на собственное командование. Своим горячим нравом и внезапностью. Для того, чтобы рассказ об этом незаурядном человеке был максимально полным, необходима реконструкция музейных залов. Экспозиция в них явно не умещается. Музей был открыт с 1974 года. То есть за более 40 лет в настоящее время не было произведено ремонтной работы. И практически мы сейчас в Министерстве культуры нашей республики по поддержке главы республики Михаила Васильевича в 2018 году мы грант главы выделяем. Это более 2 миллиона 800 рублей именно на экспозиции. Далее с 2018 года в рамках столетия республики начинаем финансировать полный реконструкцию самого музея. В общей сложности это будет сумма где-то более 16 миллионов дополнительно будем выделять федеральные средства, направлять. Это входит туда реконструкция дом, где родился Василий Иванович, который во дворе здесь находится. И 13 миллионов самого вот этого основного здания музея. В Чувашии, в России, да и на всем постсоветском пространстве, есть немало вещей и явлений, имеющих отношение к Чапаеву или носящих его имя. Взять хотя бы производственное объединение имени Чапаева в Чебоксарах, которое передало музею макеты танковых и морских снарядов, производимые научно-производственным концерном «Техмаш» Государственной корпорацией Ростехнологии. Глава Чувашия посоветовал расширить экспозицию и сделать ее более зрелищной. Там музеи, у них огромный потенциал. Так, Сергей Иванович, мало поставили. Вот то, что у них есть, они мне все обещали поставить. Интересны это детям и всем остальным. Сегодня музей Чапаева самый популярный среди филиалов национального музея. Ежегодно его посещают более 30 тысяч экскурсантов. В этом году к 130-летию со дня рождения героя подготовили специальную программу. 9 февраля для нас всегда очень большой праздник. И не только для нас. Все музеи Чапаева, которые раскиданы по России и в Казахстане, мы, конечно же, празднуем. Для нас это всегда традиционный день открытых дверей. Любой житель может прийти и абсолютно бесплатно посетить наш музей. Утром состоится митинг около памятника Василия Ивановича Чапаеву. Будет демонстрироваться фильм тот самый легендарный режиссер и братьев Васильевых. В 12 часов начнется торжественный вечер, посвященный юбилею Василия Ивановича Чапаева. Ну и, соответственно, любой посетитель нашего музея может посмотреть еще наши виртуальные выставки. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Неделя безопасного Рунета. Традиционное российское событие, посвященное проблеме безопасного и позитивного использования цифровых технологий. Чувашская Республиканская детско-юношеская библиотека завершает десятый по счету акцию «Игрой КВН». Интернет, интернет, словно пёстрый винегрет. Всё найти, ведь можно в нём, только если же с умом. Интернет – мир новых возможностей. Под таким названием прошла игра для учащихся 49-й столичной школы. Приветствия команд, компьютерная разминка, литературный конкурс, соревнования капитанов и домашние задания в виде сценки на тему интернет. В ходе игры семиклассники изучали плюсы и минусы глобальной сети. А я троя, я заражаю систему. Компьютер сломался! А я антивирусник, отчаясь в стену. Всё хорошо. Евгения Лукина – постоянный зритель телевизионного КВНа. Участница не просто наблюдая за известными артистами, но и сама мечтает пополнить их ряды. Мне сегодня очень понравилось петь «Чистушки» и участвовать в конкурсах. Такие мероприятия у нас в школе проходят очень часто, почти каждую неделю. И я активно принимаю участие. С командой мы готовились долго, тщательно и хорошо репетировали, чтобы хорошо выступить и занять какое-нибудь место. Неделя безопасного Рунета – первый этап республиканской акции «Пусть будет добрым интернет». В течение всего 2017 года мы будем говорить о проблемах цифровой безопасности во всех библиотеках нашей республики. Юлия Важенина, Дина Кустова, Игорь Зверев, «Республика». Сегодня в Театре оперы и балета открывается фестиваль чувашской музыки. С 7 по 12 февраля на сцене театра пройдут спектакли, которые стали национальным достоянием республики. Сегодня зрители увидели оперу «Шевармань» 9 февраля в программе фестиваля «Нарспи». Затем 10-го – балет «Царпиге». Завершится фестиваль гала-концертом 12 февраля. Те спектакли, представленные в эти вечера, получили грантовую поддержку главы «Чуваши». Впервые в истории фестиваля в театре состоится форум, посвященный актуальным проблемам современной композиторской школы республики. Ровно три года назад в Сочи был зажжен Олимпийский огонь. Все, кто был причастен к Олимпиаде – спортсмены, судьи, волонтеры и, конечно, болельщики – помнят этот знаменательный день. По инициативе президента Олимпийского комитета России Александра Жукова 7 февраля стал днем зимних видов спорта. Олимпийский день, сплотивший миллионы россиян, продолжает вдохновлять на новые подвиги. Как к ним готовятся самые маленькие – смотрите в нашем сюжете. Зимние Олимпийские игры в Сочи прошли грандиозно. Возможно, это не понравилось нашим соперникам. Победы россиян не давали им покоя и стали поводом для допингового скандала в течение последних полутора лет. Ставки, сделанные в 2014 году на массовость, дали отличный результат. По всей стране, в том числе и в Чуваше, открылось немало спортивных объектов. Уже через год в столице республики появилась одна из лучших ледовых площадок – Чебоксары-арена, где холодный лед усмиряет неподетские горячие нравы. Им всего по пять лет, полтора года занятий, полтора часа в день. И вот он итог. Ребята уверенно стоят не только на коньках, но и уже сформировали упорный характер. Ребят, а когда вы большими станете, кем вы станете? Хоккеистами! А самый крутой хоккеист – это кто? Датсук. Датсук. Датсук? А по двойму кто? Копецкин. Или я… Какой-то Датсук, он на пенсию ушел. Они не считают себя маленькими. Наперекор всем доказывают, что у них все как и у взрослых, в том числе и жесткий график, который они выдерживают. Утром встаем, сразу одеваем форму дома хоккейную на себя. Едем на тренировку, тренировка полтора часа. После тренировки переодеваемся и сразу в одежду, в которой ребенок будет в садике, приезжаем в садик, раздеваемся и все, ребенок остается в садике на остаток дня. Хоккей, как массовый вид спорта, переживая сейчас второе рождение. И уже внуки тех, для кого примером были Третьяк и Харламов, нашли себе для подражания новых героев Олимпиад. Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы Республика. Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин